Приветствую вас. Ну, в принципе, мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович вам все достаточно подробно описал. Вот, достаточно лаконичным, если он это вам описал. Я думаю, что именно в данном контексте можно, конечно, сказать, что этого более чем достаточно. Я бы хотел обратить ваше внимание немножко на другой аспект. Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что по моим ощущениям вы не принимаете полностью своего мужа. Вот что мне здесь лично видится. То есть вы, как будто вы до конца не можете принять того факта, что у человека есть, ну вот, знаете, некоторая такая, да, действительно, зависимость от его мамы. Да, действительно. Вот, что мне кажется, ну, такой проблемой достаточно серьезной. То есть вы знали, что человек привязан к своей маме, вы знали это достаточно хорошо, потому что он всегда высказывал такую привязанность. И получается, что, зная, что ваш муж привязан к своей маме, вы, во-первых, отношения с мамой, как бы, ну, поддерживаете, мягко говоря, не очень это с одной стороны, а с другой стороны, вы и к самому мужу, в общем-то, ну, из-за этого, да, относитесь, мягко говоря, не очень хорошо. Вот. Ну, здесь вопрос того, насколько вы берете на себя ответственность за принятие своего мужа, что он, в первую очередь, он такой, какой он есть. И если вам не нравится то, что он привязан к маме, если вы считаете, что мужчина, ну, не должен быть привязан к маме, это ваше правило. Но в таком случае, в случае, несколько странно, что вы выбрали такого мужчину, который привязан, собственно говоря, к своей маме. И я думаю, что возникает логичный вопрос по поводу того, а почему же вы выбрали такого мужчину, да? И нет ли здесь какой-то, может быть, связи между тем, что вы выбрали такого человека, да? То есть, человека, который, вот, ну, достаточно не самостоятельный, скажем так. И между тем, что вы конкурируете с, получается, его мамой. Лично я, конечно же, такую связь вижу, вижу, я думаю, что здесь основная проблематика заключается именно в том, что вы, значит, сами выступаете мамой для своего мужа и сами ведете себя по отношению к нему как его мама, соответственно, конкурируете с его мамой и его мама вас как-то раздражает и так далее, вот. С этим тоже можно, ну, можно и нужно, и нужно что-то сделать, потому что проблематика эта, я бы сказал, достаточно, достаточно серьезная. Ну, потому что это не совсем, скажем так, зрелые отношения, да, не совсем взрослые отношения. Когда, значит, партнеры ведут себя либо как родители и дети по отношению друг к другу, либо как два родителя. Хотя, все зависит от комфорта, но в данном случае вам не комфортно. Поэтому нужно взаимодействовать, во-первых, с внутренним ребенком вашему мужа, учиться взаимодействовать с внутренним ребенком, это в первую очередь чувство мужа вашего. И второе, это учиться быть взрослой, учиться, может быть, быть женщиной, с ним, с мужем, я имею в виду, анимал. И смотреть на то, чем именно его мама разражает вас. Потому что то, что вас разражает и то, что вы устраиваете скандалы, это все-таки вопрос ваших невыраженных эмоций, это вопрос ваших страхов, это вопрос того, что вас задевает, того, что вам обидно и прочее-прочее. Но ответственность за это лежит на вас. И только на вас. В остальном же, что касается этой ситуации, я думаю, что мой коллега Кудрячев Игорь описался более чем ваконичном, что он написал это правильно. Но мне видится проблема все-таки в этом, в том, что изначально, поскольку вы устраиваете отношения все-таки с мужчиной, а не с его мамой, то выбирая такого человека, вы выбираете, в принципе, его семью. И да, можно сколько угодно говорить о том, что дети должны сепарироваться от своих родителей, и всякое такое, но если человек этого не делает, если человек привязан к своим родителям, не важно даже почему, а просто привязан, то вы либо принимаете это, либо нет. По качеству получается, что скорее нет, чем мало. И это проблема только ваш, потому что страдаете от этого по сути дела вы. Последнее, на что я, наверное, хотел обратить ваше внимание, это на мотивацию. То есть на то, чтобы мотивировать вашего мужа поступать так, как вам хочется. То есть вы его не мотивируете, у него нет мотивации поступать так, как вам хочется. Потому что нет мотивации быть рядом с вами, с вами мужчиной. Вот. Почему? Ну, либо вы ведете себя не как та женщина для него, с которой хочется быть мужчиной, либо ваш муж, в принципе, не такой человек, который может быть тем мужчиной, который вас устраивал. Короче говоря, проблемы здесь ваших ожиданий и ваших требований по отношению к мужу. Совершенно не реалистичны и, я бы сказал, с точки зрения личной ответственности, весьма деструктивны. Вот. Это то, что я могу вам сказать. Соответственно, разруливание этой ситуации, да, ну и начинать именно с этого. Я, кстати, не понял, чем ваша свекровь виновата, что она вам сделала. То есть вы не описали ничего такого, что демонстрировало бы именно негативное отношение свекрови к вам. То есть вы говорите, что она любит когда-то, чтобы все крутилось вокруг нее. И что она главная, но это скорее жизненный стиль человека. С этим можно либо мириться, либо нет. А что лично нам она сделала плохого, что вы говорите, что никакой моей вины в этой ситуации нет. В какой ситуации нет вины, если вы начали игнорировать человека, предпочитали не замечать его и так далее. То есть что произошло? Вот. Тут повторюсь, именно вопрос не принять вами полностью ответственности за мужа и за его семью. То есть если вы выбираете такого мужчину, вы выбираете его семью. Это правда. Вот. Мы можем не выбирать семью. Вот. Но в том случае только если как бы мужчина выступает за сепарацию. Если мужчина не выступает за сепарацию, то выбирая быть таким человеком, вы выбираете его семью тоже. Мне кажется, что в первую очередь вопрос личной ответственности, которая генерирует, судя по всему, у вас скандалы, амбирные раздражения. Вот это в первую очередь, ну, не прорабатывал. Вот. И тогда вам будет совершенно очевидно, как разруливать ситуацию. Ну и, да, навыки бесконфликтного общения тоже изучал. Чтобы не было таких историй, что кого-то вы не замечаете, кого-то вы игнорируете, а с кем-то вы скандалите. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрушена. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует...